Чудеса Милостью Божией мы с вами, друзья мои, пережили уже две недели Великого Поста и вступили в третью, которая называется Крестопоклонной. Немножечко такое пугающее, суровое название, а смысл этого названия и смысл этой недели мы сейчас с вами узнаем. В это воскресенье выносится на центр храма Святой Живодорящий Крест, поставляется для того, чтобы верующие могли поклониться этому Живодорящему Древу, вспоминая подвиг нашего Господа и Спасителя, который был распят на кресте, который принес искупительную жертву в оставление всех грехов, грехов всего человечества, и для того, чтобы духовно подкрепиться в продолжении следующих недель Великого Поста. Крестопоклонная неделя — это неделя, которая разделяет половину Поста, потому что в Пост Великий шесть недель, вот на третьей неделе, неделе Крестопоклонная, мы поклоняемся Кресту. Тяжело некоторым людям, некоторым людям это в утешении. Те, кому тяжело, те взирают на крест, на котором распят Господь, укрепляются надеждой на Спасителя, вспоминают, как Он терпел все страдания, все те муки, вися на кресте, как проливалась Его безгрешная кровь, которая очищает грехи всех людей, и укрепляются, знаю, что и мой крест тоже подкрепляется Господом, и я должен этот крест понести. Само слово «крест» не должно устрашать людей, потому что крест — это знамение нашей победы, победы Христа над смертью. Когда-то крестная смерть — это была позорная смерть, но Христос на кресте победил смерть, воскрес из мертвых, и теперь знамение Животворящего Креста для нас является знаменем победы. Мы им ограждаемся, мы всегда во время молитвы или во время богослужения перекрестим себя, знаменуя свою веру во Христа, укрепимся, и через это благодать Господня нас укрепляет и защищает нас от всякого зла. Поэтому крест для христианина — это, в первую очередь, знамение победы. Мы всегда укрепляемся надеждой, что через крест была побеждена смерть, и мы также ограждаемся крестом, как поет церковь. И же крестом ограждаемся, врагу противляемся, не боящий того ни коварства, ни ловительства. Как говорится, что Господь терпел и нам велел, и у каждого из нас есть свой крест. Мы берем этот крест, эти все жизненные неурядицы, эти все проблемы, все скорби, беды, вот это все называется крест жизненный, и должны нести за Христом, зная, что Господь обязательно нас укрепит. Когда мы осеняем себя крестным знаменем, мы должны понимать, что налаживать на себе крест мы должны правильно, чтобы это было не ругательство над сменой, над крестом, чтобы это было с благоговением. Освящая ум, мы осеняем свой лоб, свои внутренние органы и внутренние чувства, правое и налевое плечо, мы тоже укрепляем через крестное знамение свои телесные силы. Поэтому крест должен быть обязательно наложен со вниманием и с благоговением, чтобы это не было посмение дьяволу. Потому что многие люди, когда крестятся, со стороны можно видеть, как будто бы не наносят себе крест, а как отгоняют мух, что является неблаговением. Поэтому, знаменуя себя крестным знаменем, в первую очередь мы исповедуем свою веру во Христа, говоря во имя Отца и Сына и Святого Духа, мы просвещаем, крест просвещает наши душевные и телесные чувства, наш ум, разум, и, конечно же, мы ограждаемся от нечистой силы. Потому что крест – это то знамение, которого боится дьявол. Потому что крестом был побежден дьявол. Для нас это победа, для нас это тот символ, то знамение, которое даёт нам силы душевные и телесные, чтобы тоже победить врага, невидимого врага – дьявола. Святые Отцы говорят, что с креста не сходят, с него снимают. То есть каждый человек, как Вы только что говорили, должен нести свой крест. Но как часто крест этот кажется непосильным и тяготой, и скорби. И человек невольно даже может стараться уклоняться от этого. Отец Максим, будьте добры. Как действительно правильно распределять все эти тяжести житейские, чтобы и не унывать, и были силы идти, и при этом ещё и глядеть вперёд. Каждый христианин от Бога получает свой жизненный крест. Это мы говорили раньше. И, конечно же, когда мы изнемогаем под своим крестом, под своими проблемами, скорбями, то мы, в первую очередь, должны взглянуть на крест Христов. Как Он нёс эту тяжесть с креста, как Ему было тяжело, как Ему было тоже скорбно, потому что Христос – Он Бога-человек. Конечно, по человеческой природе Ему было тоже тяжело. И, во-вторых, на этом кресте возлагались все грехи человечества. И христианин, верующий во Христа, увидев крест, скажет, а какой мой тогда крест по сравнению со Христом? То разве я с Божьей помощью не смогу продолжать свой крестный путь? Ведь Господь меня обязательно укрепит, если я буду надеяться на Него. Укрепляемся этой надеждой. И просим Господа, Господи, укрепи нас в продолжении этого жизненного пути, принести эти все скорби, которые нам посылаются по нашим грехам, потому что через скорби очищаются грехи наши. И человек тогда уже отступает от уныния, зная, что со мной Господь, ведь Он терпел больше, чем я. И так, с Божьей помощью, если мы действительно имеем веру крепкую, надежду на Христа, Господь помогает нам нести этот жизненный крест. Тогда эти все проблемы становятся, как бы, ну, легче становятся человеку, потому что укрепляет его Господь. Зная, что я потерплю сегодня, завтра Господь меня утешит. Потерплю эту жизнь, но в будущем-то там вечность. Господь за это терпение на земле сподобит и вечности, потому что здесь мы терпели, здесь мы трудились, переживали и очистились этими скорбями, переживаниями от грехов. И Господь спасает нашу душу этим. Отец Максим, с одной стороны крестный путь, а с другой стороны в церковных приступениях поется «Да возрадуется душа моя» и призывает Святой Евангелие, и все призывает к радости. Как соединить и крестный путь, и радость? Потому что без радости, ну, даже легкий крест сложно нести. А как же сажать эту радость, чтобы были силы идти? В первую очередь мы должны иметь крепкую веру. Если у человека нет веры, то тогда ему будет тяжело. А когда человек имеет веру в Господа, и не только верит Господу, но и доверяется ему, промыслу его, то тогда этот крестоношение становится легким, потому что в этой тяжести креста человек находит утешение. Через молитву получает благодать, через терпение, через смирение, когда он смиряется под тяжестью креста, Господь тогда его утешает. То есть мысль в том, что если мы безропота принимаем крест, которую дает нам Господь, и понимаем свое состояние греховное, и смиряемся, и терпим, тогда Господь дает утешение и духовную радость. Потому что есть разная радость. Есть радость греховная, когда мы просто радуемся, смеемся, веселимся, а есть радость духовная, которую мы получаем через благодать, через веру, через утешение от Господа. Поэтому Господь и сказал, кто хочет за мной идти, отвергнется себя, возненавидит свои похоти и грехи, возьмет крест свой и следует за мной, тогда найдет утешение. Потому что научитесь от меня, говорит Христос, ибо я кроток и смирен сердцем. Без смирения нельзя стяжать и получить даже радость? Ну, конечно же. Смирение – это же тот самый тяжелый подвиг, самый тяжелый добродетель, который должен тоже стяжать каждый христианин. Через смирение Господь дает духовную радость. В первую очередь, на что христиане должны обратить внимание именно во время креста поклонной недели? Ну, конечно же, обратить внимание на состояние своей души, что-то исправить, что не было исправлено еще до этой недели. Ведь прошло две недели поста, для кого-то это время тяжелое было, для кого-то время легкое, кто-то смог что-то исправить, кто-то смог обратить на себя внимание, кто-то еще не начинал пост. Поэтому это как бы половина поста, и церковь выносит крест на центр храма, для того, чтобы один человек смог дальше продолжать этот путь, взглянув на себя, увидев не только и себя, но и ближних, скорби своих ближних, помогая им через совершение добрых дел. А кто-то, может, только начнет совершать пост по своей силе и возможности. Отец Максим, то есть есть те, которые еще даже не начинали пост, но если сейчас, услышав ваши слова, смогут задуматься, что действительно идет великий пост, и стоит все-таки остановиться, приостановить хотя бы свой бег по жизни, и подумать о том, в принципе, даже для чего мы живем. А действительно, а живем-то мы для чего? Живем мы для вечности, потому что если бы человек не имел вечную душу бессмертную, то не было бы смысла этой земной жизни. Для чего? Что человек живет, суетится, где-то трудится, и в дальнейшем больше ничего нет. То есть человек, христианин, живет надеждой на вечную жизнь, он исполняет заветы Святой Церкви, если это пост, значит, это время труда над собой, очищения своей души, если это дни праздников, то мы радуемся или воскресению Господню, или Его Рождеству, или рождению святых угодников Божих, или причистое Матери. И всегда имеем надежду на жизнь вечную, потому что живем мы и трудимся для вечности, для Царства Божьего, куда мы все призваны. И дай Бог, чтобы те люди, которые из нас совершаем этот Великий Пост по своей силе, возможностей, продолжали через крестопоклонную неделю, через укрепление Животворящим Крестом Господним, ограждая себя им. И те люди, которые еще не начали Великий Пост, дай Бог, чтобы они просветились через поклонение Животворящему Кресту и тоже начали свой подвиг, свой пост по мере и силе возможностей для спасения своей души, для очищения своих грехов и для славы Божию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова